Программа предназначена для аудитории от 16 лет. На часах 11.05, сегодня пятница, 12 февраля. Приветствуем вас, приветствуют вас ведущие Николай Голиков. Владимир Сметанин, во-первых, это тот, кто говорит, а то нас всегда путают, Володь. Да, Николай Голиков, соответственно. Добрый день. Сегодня Николай как-то не поворачивается даже язык называть нашу программу «Мужская пятница», потому что мы, мужчины, здесь в меньшинстве. В абсолютном меньшинстве. Нет, но опять же, если посчитать еще и нашего... Если посчитать нашего звукорежиссера Артема, то да, у нас паритет. 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 Но назвать «Мужской пятница» это все равно нельзя. Хорошо, сейчас мы поясним, что к чему. Вы знаете, я в руках держу сейчас сертификат, ну или диплом вот в такой красивой серебряной рамке. Я прям зачитаю, что здесь написано. Сертификат фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства вручен 10 февраля 2016 года Светлане Удельной и Ксении Михеевой. Они являются победителями Всероссийского конкурса социальных предпринимателей и становятся участниками программы профессионального развития «Инкубатор». Собственно, двоих наших гостей я уже назвал. Здравствуйте. Света Удельная. Добрый день. Добрый день. Ксюша Михеева, Света Удельная, руководитель проекта «Право на творчество». Сегодня именно в таком статусе она в нашей студии. Ну а Ксюша – куратор проекта «Право на творчество». Ну и еще одна. Очаровательная девушка. Прекрасная и очаровательная девушка в нашей студии. Тоже наша коллега Юлия Афанасьева. И сегодня у нас у нас здесь в роли старшего специалиста по связям с общественностью Кировского филиала «Теле-2». Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Поздравляем вас. Спасибо большое. Мы вас уже в эфире поздравляли. Мы это чувствовали. Да. И сегодня у нас первая половина мужской пятницы будет посвящена и этому мероприятию. Мы хотим напомнить о проекте «Право на творчество», с чего все начиналось, в чем тут роли «Теле-2». Вот очень подробно и вот с таким хорошим настроением мы хотим начать уже. Еще раз поздравляем. Да, слушатели, ну кто не знает, что такое проект «Право на творчество», мне кажется, уже все знают. Потому что именно благодаря вам мы его и начали в свое время делать. Это уже практически три года назад. Все началось с музыки, потом было фотоискусство, потом был спорт, велосипеды. В этом году мы планируем открыть еще одно направление. Это художественное творчество и дизайн. В детских домах и школах-интернатах мы открываем секции, кружки, где наши наставники – это фотографы, музыканты, спортсмены, художники, обучают детей о замах своих профессий. Для нас очень важно, что наши наставники для детей являются не просто учителями, а действительно становятся настоящими друзьями. И мы стараемся все успехи наших детей показывать на городских мероприятиях. Все мы помним, что в мае у нас проходит детский праздник в парке «Аполло», где люди могут посмотреть фотографии, которые сделали дети. На сына выходят наши ребята, которые научились играть на музыкальных инструментах. Для нас очень важно показывать, чему дети научились. И вот такой вот у нас проект. Ну, 10 февраля вы непосредственно в российской столице находились. Именно там проходило вручение. Да, такой вот у нас конкурс. Буквально в двух словах, как мы о нем узнали. У нас проект мы осуществляем при поддержке нашей радиостанции. Владимир Шабардин сегодня, уполномоченный по правам ребенка, сегодня мы с ним еще созвонимся. Мы, собственно говоря, никогда ни в каких грантах не участвовали. Все, что мы делали, мы делали слушатели благодаря вам, благодаря нашим спикерам, благодаря нашим друзьям, которые приносили фотоаппараты, приносили велосипеды. Мы, собственно говоря, и деньги-то никогда не собирали. У нас еще-то нет. То есть это все мы непосредственно собирали и отвозили детям. И осенью прошлого года к нам в студию пришла Евгения Телицына. Это директор как раз фонда «На встречу переменам». И рассказал о том, что есть такая история, можно в этом конкурсе поучаствовать. По всей России они ищут проекты, касаемые как раз социальные, связанные с детством. И мы с Ксюшей, куратором, подумали, почему бы нам не поучаствовать. И вот потом я хочу, сейчас я хочу услышать от Ксюши, как мы готовились. Ксюша, ближе к микрофону. Все эти этапы, все эти несколько месяцев подготовки, которые у нас были. Так, я к микрофону максимально придвинулась, сейчас расскажу. Действительно, фонд замечательный, очень интересный. Работает он по шведской системе. Она от нашей очень сильно отличается. То есть сначала нужно было на сайте заполнить заявку, в которой таких слов, как профориентация, адаптация, социализация, быть не должно было. А воспитание патриотизма-то было? К счастью, или к сожалению, не было. Вы знаете, просто очень хорошо, что они избегают вот таких вот сложных слов и понятий. Всестороннее развитие личности. У них все очень просто. Да, уникальный фонд вне политики. Да, абсолютно. Уникальность фонда в том, что нужно было заявку написать на простом человеческом языке. На русском или на русском простом человеческом? На русском. Только система шведская. Система шведская, фонд русский, да, в избежании вопросов дополнительных. Заявку потом оценивали волонтеры, а затем эксперты. Мы успешно прошли волонтерские чтения, экспертные чтения. Да, заявок было более 400. То есть там сначала вашу заявку проверяют те же такие же люди, как и вы, то есть волонтеры. Да, это сотрудники. Это сотрудники компаний-партнеров, в том числе это сотрудники компаний Теледва, которые вычитывают заявки просто на предмет здравого смысла, на предмет соответствия критериям и дальше пропускают, либо не пропускают. Чтобы не отвлекать экспертов-то на всякую ерунду, да. Если мало ли там какой-то совсем безумный человек. Николай, вот что вы везде хотите вставить шпильку? Это не шпилька, это вопрос. Юля. Хорошо. Да, совершенно верно, потому что некоторые заявки там не соответствуют цели, может быть, не связаны с детьми, может быть, просто не... Заявка заполнена не так, как об этом просили на сайте. Совершенно верно, чтобы не тратить время экспертов, да, сначала вычитывают волонтеры. И дальше уже... Самостоятельно волонтер вычитывает? То есть он не делится? Вот он прочитал, поставил свое одобрение, все хорошо. Или это вслух как-то читается, не знаю. Боложь. Ну, это не важно, не важно, ну ладно. Вы знаете, на самом деле, в некоторых филиалах Теледва устраивают коллективные чтения заявок, я знаю. У нас так не было. Ну, можно коллективно читать, ты можешь сам вычитывать. Просто главная твоя задача — оценить эту заявку на предмет соответствия критериям. И далее пропускают, либо не пропускают заявку далее. На старте было 412 заявок, волонтерские чтения прошли 230 заявок. Далее уже заявки читали эксперты. В полуфинал вышло 70 человек. И далее уже девочки еще между этим ездили в Москву, участвовали в тренингах, семинарах. И эти семинары тоже являются отборочным этапом, потому что на всех участников смотрят. Смотрят, горят ли у них глаза, действительно ли они хотят что-то делать, что-то менять. Работает ли их уже проект, или это только идея, и они плохо себе представляют, как это будет происходить. То есть личное общение — это тоже очень важно, это тоже такой же отборочный этап, как и домашние задания, как и написание заявок, и так далее, и так далее. И вот из 70 полуфиналистов в финал вышло 12, и из них выбрали 6 победителей. 10 февраля опять-таки. Правонакорство в числе, да. Из 406. Да, из 412 — 6. Вся страна абсолютно была представлена? Вся страна, да. Все регионы. Все регионы. Да, в этом году на самом деле конкурс впервые был всероссийским. Это четвертый конкурс. Четвертый уже. Да, это четвертый всероссийский конкурс, но первый всероссийский. Предыдущие конкурсы были все-таки больше для Москвы и Петербурга, для больших городов. В этом году решили, что уже пора масштабироваться, и девочки, представители фонда, руководители фонда, ездили по разным регионам России, ну, куда их приглашали, где была потребность, рассказывали о конкурсе, рассказывали о фонде, встречались с представителями НКО, с активистами, чтобы люди поняли, про них это история или не про них. Вот в том числе именно так к нам в октябре приезжала исполнительный директор фонда Евгения Телицына. Да, была у нас в эфире, также она была на гражданском форуме, встречалась с представителями НКО, и просто с теми людьми, которые занимаются социальными проектами, как раз рассказать про фонд, про конкурс, чтобы они приняли участие. Из Кирова, кстати, было 10 заявок. 10 заявок? Да, 10 заявок. На слуху эти организации, эти люди? Понимаешь, Володя, дело в том, что вот я, как сотрудник Теледва, да, я не знаю даже, кто подал заявки. И на первом этапе, когда проходят волонтерские чтения, волонтеры не видят ни город, ни автор. Они видят только заявку, суть проекта и вычитывают это. И, конечно же, я переживала за всех наших участников, и я звонила в фонд, говорила, скажите мне, пожалуйста, прошли дальше, не прошли, сколько наших заявок прошло? Мне говорили, знаешь, Юль, мы не знаем, потому что у нас нет ни городов, ни авторов. То есть, если ты мне назовёшь фамилию, нам это ни о чём не скажет. Так что эта система максимально объективная. И уже когда девочкам только пришло официальное письмо о том, что они действительно прошли, вот тогда я об этом узнала, что да, мы прошли волонтерские чтения, и мы идём дальше. А вот, Ксения, у меня всё-таки вопрос, вы немножко, так мне кажется, недоговорили. Вот когда вы уже заполнили заявку на простом человеческом языке, да, и вот я так понял, что вы потом ещё ездили в Москву на какие-то тренинги. Вот смотрите, мы когда все чтения прошли, нас пригласили действительно на семинары. Два дня, два дня замечательных тренингов, на самом деле, на тему социального предпринимательства и на тему того, как вообще делать благотворительность и как делать детские проекты в России. Большое спасибо всем сотрудникам фонда, очень было это для нас ценно. А это тоже зарубежный опыт? Ну, отчасти, но он, конечно, адаптирован для России. Вот, Ксения, вопрос такой, вот вы когда проходили вот эти вот семинары, тренинги, всё, вы чувствовали, что вас изучают, что большой брат смотрит на вас, он смотрит, горят ли ваши глаза и так далее? Я это чувствовала очень. Да. То есть было такое ощущение немножко такой подопытного кролика? Нет, такого ощущения не было. Действительно, это прекрасный фонд и замечательные девушки там работают, они поддерживают тебя от самого... Юля нам чуть позже расскажет поподробнее про фонд. Расскажу поподробнее, конечно. Это начало, и вся их система построена прямо в мастерске. И чем хорош этот конкурс, что действительно тебе дают не только деньги на реализацию проекта, тебе также выделяют ещё и тренеры, которые помогают тебе подтянуть твои слабые места. Они проводят семинары, тренинги, что уже происходило, будет происходить весь этот год. То есть они оказывают не только материальную поддержку, но и информационную, и кураторскую. Это очень ценно. То есть они будут нас учить. Они будут нас учить действительно быть социальными предпринимателями. То есть как раз, чтобы наша бизнес-модель была устойчивой для того, чтобы наш проект самоокупался и, соответственно, существовал дальше. Потому что год пройдёт, эти деньги закончатся, мы за это за всё отчитаемся. И после этого проект как существовал, так он и будет существовать. Нам хотелось бы сделать так, чтобы мы уже не зависели от кого-то, а для того, чтобы у нас были все возможности продолжать его. На встречу с тренерами придётся ездить, да, опять-таки в столицу или всё-таки приезжать будут? Мы будем ездить к ним, и они будут приезжать к нам. То есть там очень серьёзный контроль. Мы очень серьёзно будем отчитываться за каждую копейку, которую мы будем реализовывать на проект. И, соответственно, они всё это будут контролировать. Ну и учёба будет продолжаться. То есть придётся всё-таки что-то завести, да? Придётся, да. То есть что-то не было сейчас? Будем открывать НКО, да, раскрываем все секреты, всё будет абсолютно прозрачно. Мы уже сделали сайт, слушатели, вы, кстати, можете уже заходить, правонатворчество.ком. У всех, у кого возникают вопросы, чем мы занимались до этого, и что из себя представляет проект «Правонатворчество», пожалуйста, заходите. Все фотографии, все наши поездки, все репортажи выложены там, статьи, всё в одном месте. Смотрите, в дальнейшем по мере развития проекта мы тоже будем этот сайт наполнять. Я думаю, что там мы сделаем отчёт, где будет тоже написано, на что мы деньги тратим, и в том числе, конечно же, нам нужно будет и открывать НКО, ну и уже на такой более серьёзный уровень выходить, и действительно для того, чтобы отвечать всем требованиям социального предпринимательства. Но по всей видимости НКО получит название «Правонатворчество». Конечно, «Центр правонатворчества» название уже есть. А я можно ещё про отчётность добавлю? Да, всё, можно. Дело в том, что мы договоры заключаем с фондом. Вот как раз когда Евгения Телицына приедет к нам и будем его подписывать, по договору в любой момент они могут грант у нас изъять. Ну, то есть нерастраченные средства, которые будут частями нам выдаваться, они смогут просто оставить себе и нам не выплачивать. Если мы не выполним условия договора. А договор очень детальный, там много пунктов. Договор включает отчёты, финансовые отчёты ежеквартальные и отчёты вообще проделанной работы о количестве детей. Я прослушал, что договор уже подписан? Нет, будет подписан до 8 марта. До 8 марта, да. Как раз вполне сильный директор приедет к нам. Мало того, что она ещё раз на нас здесь уже посмотрит, у нас в городе. Мы также поедем к нашим детям, то есть она вот так вот окунётся в проект и поймёт, кто уже мы такие окончательные, с кем мы работаем. Тогда мы и подпишем договор. Про фонд, Юля, подробнее ещё. Да, про фонд. Четвёртый раз вручается. Четвёртый раз проходит вот этот конкурс фонда «На встречу переменам». Вообще фонд изначально шведский, потому что и «Теледва», изначально шведская компания. Причём здесь вообще «Теледва», при том, что мы главный партнёр фонда. У него несколько коммерческих партнёров. Это СТС Медиа, это компания «Виасад». В том числе это «Теледва». Мы не только выделяем деньги на гранты, но мы обеспечиваем, как сказала Света, консультационную поддержку. Помогаем обучать. Будет куратор у девочек от кировского филиала «Теледва», тот, кто будет с ними работать. И так как изначально фонд шведский, то все методики используют международные благотворительные организации. Называется она «Rich for Change». «На встречу переменам» — это такой русский перевод. Организация существует успешно в 17 странах мира. То есть они работают не только в России. И как раз они помогают внедрять идеи и социальные проекты, которые направлены на то, чтобы изменить жизнь детей. Вот, коротко, если про фонд так. Ну и, соответственно, все партнеры этого фонда, они вложились, что называется, деньгами. И отсюда появилась грантовая вот эта масса. Да, отсюда появились эти гранты. Это шесть грантов. Каждый грант по миллиону двести. Когда к нам приезжали коллеги, наши сотрудники фонда, они говорили, что мы думали либо давать много небольших грантов, либо дать шесть грантов, но пусть они будут большие, чтобы на эти деньги полностью можно было реализовать большой, хороший, значимый проект. И они, в общем-то, пришли к этому, что пусть будет грантов мало, но это будет достаточно, то есть не двести тысяч. Да, кстати, практика такая была у этого фонда. Изначально они давали сумму поменьше, и победителей было побольше. Но сейчас вот такая практика, я считаю, что это очень правильно. И, кстати, руководители фонда говорят о том, что в будущем, конечно же, в зависимости от экономической ситуации в нашей стране, они очень бы хотели поддерживать не только год, а, возможно, два года или три года. Но это было бы прекрасно. Вот было бы здорово, если бы в европейской валюте все-таки выдавались эти гранты. Было бы прекрасно. Я надеюсь, что социальных проектов на самом деле... Фонд российский. Фонд российский. Фонд российские компании. Ну, к сожалению, тоже российский. Начнем с этого, этим и закончили. В течение игона, тем более, если его отдают частями, да, то... Я хочу обратиться, Николай, ко всем тем нашим слушателям, которые тоже делают подобные проекты. И те, кто не участвовал или, может быть, в этом году не прошли, обязательно участвуйте. Все это возможно. Все эти пять этапов действительно возможно пройти. Если вы действительно болеете своим делом, вкладываете себя полностью в него, то все получится, и никто вам не помеха. Поэтому ничего не бойтесь. Вот, знаете... Еще вопрос такой. С самого начала, еще когда только Володя зачитал сертификат, я запомнил слово инкубатор. Вот это-то что такое? Вот это как раз обучение, о котором я уже рассказывала. О том, что тренер к нам будет приезжать, мы будем ездить туда. То есть это не только материальная потешка. Нас будут учить быть социальными предпринимателями и иметь устойчивую финансовую, соответственно, модель, бизнес-план. Нас будут этому учить. Вот это и есть бизнес-инкубатор. И как раз этот конкурс, этот фонд, он отличается от всех других грантовых конкурсов. Я-то себе сразу представил такое отдельное стоящее здание. Знаете, там лампочки горят такие. И мы со Светой. И мы со Светой там, значит, вас там подогревают необходимые конкурсы. Ну, нас уже подогревали всячески. Вот как раз, когда мы проходили все эти этапы, и когда был финал, да, действительно было жарко. Ксюша, расскажи про это. Да, кстати, в финале было взрослое жюри, было детское жюри. Вот-вот-вот. Да, расскажите, пожалуйста, об этом. Мне очень интересно. Вот это пятая ступень, я вижу, да, на сайте фонда детское жюри. Дети от семи до тринадцати, по-моему, лет. Дети от семи до тринадцати лет. Это дети сотрудников компании, которые являются партнерами фонда. И, к сожалению, мы не видели. То есть мы, те, кто были гостями на этом мероприятии, на пресс-конференции, мы не видели, как это проходило. Девочки, расскажите. Расскажите, очень интересно. Ксюша, давай. Наверное, особенно волнительный момент. Да, не то слово. Самый волнительный момент. У нас сначала была детская жюри, потом взрослая. Мы боялись больше всего детского, потому что непредсказуемо было, какие дети. А как это внешне? Сидят дети. А вот представьте, да. Лежит пять пуфиков. Да, всё правильно. Пять пуфиков лежит, и на них сидят пять детей. И смотрят на тебя. И смотрят на тебя. Но обстановка такая достаточно неформальная. С ними вместе воспитатель, педагог. Да, педагог, который настраивает их объяснять, что от них требуется. Вот, да. И критерии у детей точно такие же, как у взрослых. То есть они оценивают и финансовую модель. У них листочки, они стоят оценки. Ужасное слово масштабируемость. Я попробую выговорить с проекта. Ну, то есть насколько... А дети его выговаривают, это слово? Да. Вот вы знаете, Николай, нам задавали такие вопросы, что дети выговаривают не только такие слова. Но я думаю, что мы расскажем чуть позднее на слушательной линии. Али, здравствуйте. У нас не слушатель, у нас Владимир Шабардин. Владимир Шабардин к нам присоединился. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Владимир Валерьевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня чествуем наших коллег, Светлую Дельную, Ксюшу Михееву, Юлю Афанасьеву с победой. Ну, кстати, когда у нас все... Да, Владимир знает. Когда у нас все это случилось, Владимир сразу же позвонил, нас поздравил, ну а мы, соответственно, Владимира поздравили. Потому что проект мы это делаем вместе. И как раз вот что касается права на музыки, с чего все началось, это как раз придумал Владимир Валерьевич. И вообще не было бы проекта, если бы не Владимир Валерьевич. Поэтому спасибо ему огромное. Это наша общая победа. Спасибо огромное. Я хотел бы сказать еще раз девушкам, которые все это время тащат на себе огромный плат проекта. И фотографы, и велосипеды сейчас начались, и музыкой занимаются. И хотел бы еще раз напомнить людям, которые не очень понимают, что это, зачем нужно, и как это делается, что все это время светоудельные товарищи ездили без грантов на своих автомобилях, привлекая людей, добрых радиослушателей. Ко всему этому проекту это первый грант, который они выиграли. Я надеюсь, что с участием привлеченных этих средств проект будет развиваться. Ну, как Вы, Владимир Валерьевич, оцениваете этот прорыв такой вот в системе поддержки, заботы о детях, которые находятся вне семей? Ну, во-первых, это не государственный проект, насколько мы можем смотреть. Это проект бизнес-сообщества. И я думаю, что победа в этом проекте означает признание проблемы, которые есть. Если, когда мы проект начинали в самом начале, то не всем было понятно, там, нужно это детям, не нужно это детям, будет кто-то заниматься, не будет кто-то заниматься. У нас очень часто все внимание к детям заключалось в поездке на Новый год с конфетами, с подарками, и потом через год люди приезжали снова. Каждый ребенок получал по 10, по 20 шоколадных подарков, и на этом вся работа с детьми-сиротами заканчивалась. Вот. Здесь все-таки что-то другое. Но, Вы знаете, вот лучше об этом спрашивать самих детей. И тот, кто не ездил в детский дом, тот, кто не видел этих детей, он не может судить о том, нужно это детям или нет. У нас есть сейчас уже десятки и сотни детей в этом проекте, которые уже успешны в этих направлениях, которые, ребята, абсолютно творческие, успешные. У нас есть очень хорошие примеры и спортсменов. И я уверен, что для части детей возможно это превратится в профессию будущего. Как сейчас, Светлана, выйдет на новый уровень взаимодействия с Владимиром Валерьевичем? Мы с Владимиром Валерьевичем взаимодействуем очень плотно и очень хорошо. Я думаю, что проект выйдет на новый уровень. Это безусловно. Вы знаете, как бы у нас никогда не было проблем во взаимодействии ни с кем из ребят, которые в этом проекте участвуют. У нас никогда не было проблем с тем, что, ну, допустим, вот нам надо ехать, и я беру свою машину, беру кого-то еще из волонтеров, и мы едем, и все. Поэтому тут... Я думаю, что эти ресурсы, они помогут Светлане и всем остальным девушкам просто, ну, качество проекта поднять на новый уровень. Да, так мы и думаем. И хотим. Да, спасибо большое. Спасибо вам. Да, Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Кстати, сразу после эфира мы с ним встречаемся и тоже планируем дальнейшее наше взаимодействие. Так что мы с Владимиром Валерьевичем как взаимодействовали, так и будем очень плотно всего ради проекта. Мы рассказывали, как это все происходило. Да, к детскому жюри очень хочется вернуться. Да, вернемся. Давайте после рекламы. Давай, давай. У нас середина часа реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается мужская пятница. Сегодня не совсем мужская. Я напомню, что в студии у нас победители очередного грантового конкурса фонда «На встречу переменам». Наши коллеги Света Удельная, Ксения Михеева и Юлия Афанасьева, старший специалист по связям со общественностью Кировского филиала «Телли-2». Для нас это не очередной. Для нас это первый и такой масштабный, серьезный. Мы про детское жюри не закончили. Как все происходило? Двенадцать финалистов выбирали, как нас выбирали. Давайте, да, закончим. Нужно было проект детям презентовать. Все, что у нас было, это четыре буквально фотографии вот нас и наших детей. А там какое-то время определенное дается? Пять минут. Пять минут всего? Пять минут за пять минут. На презентацию, остальное время на вопросы всего 20 минут максимум. А вот просто у вас только там фотографии, все это тоже какое-то ограничение? То есть я смог принести там какой-нибудь большой экран, там что-нибудь там показать? Нельзя было делать презентации, да, максимум, что ты можешь принести, это, ну, несколько фотографий на самом деле. То есть нужно было их конкретно убедить? Да. Понятно, все, ага. Вот. Мой проект презентовали и очень боялись того, что после этого будет мертвая тишина и не будет ни одного вопроса. Но дети как-то сразу начали вопросы задавать, причем очень действительно серьезные. Нас спрашивали, какова у вас финансовая модель? Нас спрашивали, а как вы считаете, вам удается хорошо с детьми общаться? Вы ладите с ними? Да. Да, спрашивали о том, будем ли мы еще какие-то направления открывать в рамках проекта. Все ли дети у нас такие творческие? Ну, то есть били прямо не в бровь, а в глаз. Да, мы, честно, этого абсолютно не ожидали. Да, дети просто, ну, как взрослые. Мы как-то сразу контакт нашли, и очень у нас прекрасно прошло. Мы на таком позитиве ушли невероятным. То есть я уже была довольна, потому что я боялась, что вот вдруг мы здесь провалимся. Это был прямо успех. Да, ну, было действительно по глазам, видно, дети слушали и вопросы задавали. Какого возраста дети? От семи до тринадцати, да, может, сказали. От семи до тринадцати был один мальчик, тринадцать лет, ему неделю назад исполнилось. Вот, и он очень много вопросов задавал. И уже после того, как нам вручили сертификаты, мы победили. Он подошел, нам пожал руки, сказал, что мы делаем хорошее дело. Самый трогательный момент был. Это был очень трогательный момент. И еще одна девочка подошла, тоже нас обняла. Вот знаете, когда нас дети оценивают, вот это самое главное. Нет, ну погодите, вот это же реально просто вас там хорошо восприняло, или от его решения что-то реально зависело? Надеюсь, Юля расскажет. Юля? Да, от его решения что-то реально зависело, а на самом... У нас технические проблемы, да? Сейчас исправляем. Сейчас исправляем. Ксюш, дай, пожалуйста, микрофон, Юля. Пододвинь. Да. Вот надо же отобрать микрофон. Ничего. Уже после того, как все закончилось, после того, как девочек наградили, вручили им сертификат, поздравили, мы подошли к одному из членов взрослого жюри, Светлане Скворцовой, директору по стратегическому планированию Теледва, и спросили ее, Светлана, ну вот расскажите вообще, а что дети решают? И они вообще решают что-нибудь? И она говорит, вот вы знаете, у нас встретилась взрослая и детская жюри, мы спорили, у нас были действительно дебаты, и дети нас по многим моментам переубедили. И когда я ее попросила привести пример, она на меня посмотрела и сказала, вот, кстати, знаете, ваш кировский проект вытащили именно дети. И я ее спросила вроде, а почему? Она сказала, что взрослому жюри не хватило как раз вот этого вот момента по финансовой устойчивости, финансовой и бизнес-модели, да? Ну, это история о том, где будут девочки брать деньги, если, допустим, не выиграли грант, ну, все равно же будет делать, будет делаться проект, где деньги брать. Ну, то есть, да, социальный предприниматель, то есть это история про бизнес. Ты должен что-то продавать или что-то делать для того, чтобы у тебя были деньги на реализацию этого проекта. Вот такая вот взаимосвязь. Ну да. Ну, девочки, видимо, покорили сердца всех детей, потому что очень много членов детского жюри поставили девочек на первое и на второе место. И вот Светлана сказала, что, вы знаете, дети прямо продавили их проект, и, видимо, просто Света и Ксения попали на 100% в свою целевую аудиторию. Я думаю, что все-таки дети мыслят сердцем, а не финансовыми показателями, хотя и задавали серьезные вопросы, и вот сердцем, я думаю, как раз они их и выбирали. Да. Хотя, конечно, с другой стороны подумай, да, кто, если не дети, и должны быть за такого рода проектом. Детский проект, да, но продолжая тему детей, когда мы все уже, победа была у нас в руках, нам звонили наши дети из детского дома. А они как узнали о вашей победе? Ну, они тоже заходят на нашу страничку ВКонтакте, и кому-то я сказала, и, в общем, они тоже очень радовались. Я даже так секрет раскрою, когда все это закончилось, было уже достаточно поздно, у ребят от боя в 9 часов, они не легли спать, они все нам писали, радовались, потому что они переживали все это время вместе с нами, они знали, что мы вечерами после работы допоздна сидим, пишем этот грант, они тоже ждали очень результатов. Каждый раз, когда мы проходили очередной этап, они тоже с нами радовались. И просто они понимали, что сейчас у нас будет возможность чаще видеться. Что касается взрослого жюри? Было тяжело. Как с ним встреча проходила? Вы знаете, у нас ведь был предыдущий этап, когда мы в финал вышли. Тоже было нелегко, мы тоже очень готовились. Тоже 5 минут, да? Тоже 5 минут, да, но там было как-то, честно скажу, попроще. И Светлана прекрасная. Да, Светлана Скворцова тоже сотрудник Теледва, руководитель по развитию она. Директор по стратегическому планированию. Директор по стратегическому планированию. Я предлагаю тебе еще микрофон. У Юли тут микрофон сейчас у нас поломался. Да, прекрасная женщина, Светлана, она как-то очень прониклась тоже к нам, мы сразу нашли с ней контакт. В общем, тот этап у нас прошел очень хорошо, и мы не знали, а как здесь будет. Здесь у жюри была уже не она, были другие представители. Светлану просто не пустили слушать вас на финале, потому что девочки из фонда знали, что она за вас болеет. Вот так, и она к нам подошла тоже перед защитой, сказала, что она желает нам удачи. Ну, как это происходило, Ксюша, рассказывай. Уже взрослая жюри. Митрофон обратно. Действительно, на этот раз было все жестче, чем на том предварительном отборочном интервью. Члены жюри там были. Владимир, вот там вот имя человека американское, прекрасное. Заместитель генерального директора, да? Джерри Калмис, да. Джерри Калмис, потрясающе, да. И подпись здесь на сертификате. Кстати, не совсем нас понял. Ну да, он хоть и давно живет в России, но некоторые слова русские ему все-таки нужно было пояснять, а что мы имеем в виду и почему, когда мы говорим про детские дома и про интернаты, говорим, что они изолированы. Дети изолированы от общества, да. Он спросил, что значит изолированные, в каком смысле. То есть, вот, видимо, даже для столицы сложно представить, что у нас действительно детские дома находятся на таком удалении от областных центров. Например, в Сосновку мы ездим 5-6 часов. Да, и что дети действительно живут за забором, и это не метафора. Это факт. Оценивали нас строго, гоняли как раз по бизнес-модели, по планированию, по тому, что нами уже сделано. Ну, то есть, так, ну, все было в стиле Светланы, вот Светлане понравилось, что было так. Что значит в стиле Светланы? Ну, было действительно, да. Вот они нам задают вопрос, да, нам нужно защищать проект. А, ну, то есть Света у нас бывает? Света боец. Умеет быть жесткой, да? Боец, да. Эфир научил. Жесткость здесь тоже проявила. Да, в общем-то, как в эфире бывает, так случилось и там. А для меня было достаточно стрессово, конечно. Ну, несмотря на это, все члены жюри были доброжелательны очень, дослушали нас до конца. Мне кажется, мы даже больше времени у них залили, чем было запланировано. Ну, по итогам, видимо, набрали все-таки достаточное количество баллов, чтобы в сумме с детским жюри победить. Мне кажется, нужно рассказать про тех участников, которые вышли в финал. Кто-то победил, кто-то не победил. Но там действительно очень интересные проекты. И я, и все представители фонда говорили, и мы все уверены, что все достойны победы, но, как известно, денег на всех нет. А все 12 друг за другом, да, заходили? На детское жюри, на взрослое жюри. Да, да, да. То есть у нас было расписание, каждый знал свое время, кто во сколько должен подойти к детям и кто во сколько должен подойти ко взрослым. Итак, что еще за ребятами? Да, я приведу несколько примеров. На самом деле я хочу сказать, что соперники были очень сильные. И когда я прочитала список из 12 проектов, которые вошли в финал, я, конечно, безусловно верила на 150% в девочек, но проекты действительно сильные, идеи интересные. И я сейчас расскажу о некоторых победителях. Например, это Евгений Зейналов. Новосибирск, я смотрю. Да, здесь есть Новосибирск, здесь есть Санкт-Петербург, есть Москва. Да, о чем проект? Он называется Эврикум. И это центры научных развлечений и музеи занимательных наук для детей. У нас такие штуки есть только в крупных городах. И даже, например, кировские дети в своем родном Кирове не могут сходить и посмотреть. Вот что предлагает Евгений. Он придумал мобильную выставку научных развлечений, которая состоит из 50 экспонатов, научного шоу и мастер-классов, которые можно будет доставить даже в самые удаленные города и поселки страны. Вот это история об этом. Да, история про науку. То есть он как раз... Муковины интересные, роботы, наверное, те же самые. Да, он все это детям показывает. И обаятельный, очень такой активный молодой человек. Он это привез даже с собой на финал. Да. Наверное, он показал детскому жюри, да? Показал. Показал. Да, показал. Он и победитель. Ну, он молодец на самом деле. Проект из Санкт-Петербурга. Называется «Я тебя слышу». Очень много детей с нарушениями слуха, которые прошли операцию, не могут пройти никакой реабилитации. И что придумали девочки? Это создание... Зоя Бойцева. Зоя Бойцева и Алла Малабью. Малабью, правильно. Малабью? Малабью. Ну, вот тебе виднее девочки называли Малибу. Так, что они придумали? Создание интерактивного театра для детей в возрасте от 1 до 3 лет, которые как раз перенесли операцию по восстановлению слуха. И интерактивный театр обеспечивает слуховое развитие ребенка. С ними там и играют, подбирают материал с учетом возраста, с учетом особенностей развития ребенка. И это все происходит при участии активным родителей. Вот еще один проект из тоже Санкт-Петербурга. Называется проект «Садики Надежды Самойловой». Это инклюзия, инклюзивное образование. Детские сады для особых детей, в которых с ними очень активно занимаются. После того, как ребенок, ну, например, с синдромом Дауна. Ну, не секрет ведь, что очень сложно ребенку с синдромом Дауна прийти в обычный детский сад и начать там заниматься. И тут, кстати, вот еще история о том, что мало того, что ты не можешь отдать в детский сад, нет такого места, где бы у тебя ребенок находился целый день и не просто вот сидел, лежал, а чтобы именно занимались. И тут как бы это все совмещено. И Надежда в этом, конечно, молодец. Да, и после того, как дети с особенностями развития будут заниматься в ее детских садах, в общем-то они смогут дальше уже нормально уйти и идти в нормальный детский сад, в нормальную школу. Потому что ни для кого не секрет, что если с ребенком, например, с синдромом Дауна должным образом заниматься, он практически не будет ничем отличаться от других детей. Он вырастет полноценным человеком, он сможет там сам себя обслуживать. Масса таких примеров, конечно. Полностью адекватен, да. Масса примеров. Вот еще один проект из Москвы. Это проект «Лыжи мечты». Его автор Наталья Белоголовцева. Это история про детей с ДЦП. Кстати, не из знаменитого рода Белоголовцевых телешоу. Ну, я, если честно, не знаю. Это история про детей с ДЦП, тоже реабилитация таких детишек. Их ставят на лыжи и занимаются с ними по особенной методике, которую разработал Сергей Белоголовцев. Ну, мы понимаем, что... Да, да. Наверняка он тот самый. Тем более человек со спортом связанный. Да, да, да. Ну, в общем-то, все проекты очень серьезные. И многие из них уже много раз и гранты получали, и во всевозможных конкурсах участвовали. В общем, и признаны они. Они действительно очень сильные. И тут мы с правом на творчество. Я хочу еще один пример привести. Это проект из Санкт-Петербурга. Тоже адаптивный спорт. Почему я хочу о нем рассказать? Потому что девочки обошли чемпиона мира по скалолазанию среди инвалидов. Это очень интересный проект. Его авторы планировали создать... Тоже победили, да? Нет, они не победили. Вот я говорю как раз, что обошли девочки и их в том числе. Секция адаптивного скалолазания. Тоже инклюзия на обычных скалодромах. То есть это скалодромы тоже для детишек с особенностями развития. Это занятие. И сам автор этого проекта, Михаил Сапаров, он инвалид. У него нет одной руки, но при этом он чемпион мира. Да, такой проект. Но мы с тобой, кстати, Володя, говорили, что у нас в Кирове тоже появляется такое. Дети тоже занимаются. Вот с такими диагнозами это, конечно, очень полезно. Здорово и добра мы как раз разговаривали. Да, у нас тоже начинает развиваться. Да, ну что, у нас остается последняя минута. Право на творчество будет развиваться. Будете еще в других грантовых конкурсах участвовать? Новые направления, я знаю, что у вас будут. Да, я сегодня уже сказала, напоминаю, что у нас уже вовсю развивается направление музыка. Даже есть группа, ребята в Сосновском интернате, которые научились играть с нуля. Никогда до этого в руках музыкальные инструменты не держали. Сейчас будут городские мероприятия, городские праздники. Они уже будут приезжать и полноценно выходить на сцену, играть коллектив саунд. Есть у нас также фотоискусство. Мы привезли детям фотоаппарат. У нас в команде фотографы. Они учат детей, соответственно, фотографировать. У нас есть спортивное направление. В команде спортсмены, которые учат детей. Это и бокс, это и восточное единоборство. Это и для девочек фитнес, это и йога, и танцы. Также нас поддерживает Федерация велоспорта. Для детей мы привозим велосипеды. Дети учатся не просто гонять на великах, а это действительно история про спорт. И мы надеемся, что из этих ребят, возможно, кто-то будет в дальнейшем спортсменами. И в этом году мы открываем очень серьезное большое направление – художественное искусство и дизайн. У нас уже есть команда, великолепные педагоги, которые будут учить детей рисовать. И дизайн много всего впереди. Мы уже все это спланировали, будем реализовывать. Так что этот год у нас будет очень насыщенно. Я благодарю. Вот наша команда, не только мы с Ксюшей. Мы туда ездили, мы это защищали. Но это команда замечательных ребят, которые все это делают. Я знаю, что они все за нас тоже болели. Кто-то немножечко сомневался, кто-то не сомневался. Но все мы вместе делаем одно дело – право на творчество. И вот, в общем-то, все молодцы, всем спасибо. Девочки, у вас теперь миллион дел. Я вас поздравляю. Миллион двести дел. Да, ну что, слушатели, правонатворчество.ком, заглядывайте туда. Ну и в эфире мы, конечно, будем отчитываться о том, что мы делаем. Ну и если вы хотите быть участными, тоже быть с нами в команде, и вам есть, что предложить детям и чему-то их научить, то, пожалуйста, к нам обращайтесь. Кстати, Юля, в следующем году можно будет заявляться? Те, кто уже получал гранты, они имеют право дальше тоже проходить или нет? Ну, на самом деле, Света об этом уже говорила, да, что есть желание у фонда поддерживать проекты в течение двух лет. Что касается следующего грантового конкурса, он начнется 1 апреля и закончится 13 декабря. Вы, кстати, слушатели, если хотите участвовать, пожалуйста, все получится. Спасибо, еще раз поздравляем Светлана Удельная, Ксения Михеева, Юлия Фанасьева. У нас на арене в следующем части опять-таки Светлана Удельная. А если я не прощаюсь, только я уже буду не гостем, а буду ведущей, будет культ поход. Слушатели, будьте внимательны. Я приготовила очень много билетов для вас. Так что не прощаемся, до встречи в следующем части. Светлана Удельная, Ксения Михеева.